В общем вопросы остаются те же самые. Технические неполадки. Да, технические. Звонок друга. Так, начнем сначала. Турнир. После того, как я сейчас выиграла в октябре безнадежную позицию, можно только сказать, что качество партии второй за сегодня, конечно, оставляет, мягко говоря, желать лучших. Ну, повезло очень сильно. Как говорится, хорошо. Ну, ты старалась, пошла и опять скинула, какие-то проблемы поставила. Да, ну надо было ставить какие-то проблемы, конечно, я в какой-то момент просто заснула. То есть первая партия сегодня затянулась, у меня играла до упора. И во второй партии начала сказываться усталость. Физически, да, да. Да, то есть я вообще ничего не абсолютно. Потом в какой-то момент, то есть считать ничего не могла, в какой-то момент поняла, что просто нужно спросить пешку. И я поняла, что ему тоже, наверное, тяжело. У него первая партия тоже была не такая короткая. Ну, меньше, чем у меня, но все-таки тоже длинная. И я подумала, что если позиция раскроется при двух словах, то есть что игра будет просто на фарт, потому что, ну, видно было, что мы оба себя чувствуем не очень. Но его и по моим ходам, по вот неуверенности, как она проявлялась. Вышла на фарт и повезло, скажем так. По поводу других вопросов внутрь, в принципе, не могу сказать, что плохо играла. Не получила перевес с дебюта. Потом попыталась владельник, четырех владельник пять на пять как-то поиграть. Чуть не доигралась. Немножко, ну, вовремя успокоилась, как бы закончилась. Ничего себе. Вчера партия довольно легко сложилась. Молодой соперник еще немножко. Ну, стратегически он там поменялся, не выгодно. Ни те фигуры поменял, не надо было ничего считать. То есть партия легко сложилась. Молодой мальчик еще не увидел. Ну, острее надо играть, мне кажется. Все-таки возраст еще совсем такой, что он очень. Ну, конечно, комбинационно надо играть все-таки. Немножко, наверное, дебюты слишком спокойные, надо играть острее. Чтобы выиграть, конечно. Да. Вот. По поводу теперь планов, да? Да. Ну, ближайший турнир я себе планирую во Франции в Open Metz. Но там, как сложно, не знаю. Это уже в апреле, да? Это в апреле двадцатого. После праздников, то есть уже. После праздников, уже скоро уже. А вот там я, не знаю, ничего еще не жалю. А в этот не едешь, да? Полуфинал Украины. У меня уже был спланирован МЭЦ, когда появились сроки. И мне как-то... Билета еще нет. То есть можно было ехать, но мне что-то как-то... Ну, уже договоренность с организатором. Ну, понятно, да. Уже условно получилось. Уже как-то отказываться не очень красиво. Не очень. Я там каждый год играю. Не очень мне хотелось отказываться. То есть, что тогда с финалом получается? Да. Будешь рассчитывать, что зайдешь так, без отбора по рейтингу? Если этот турнир на апреле обсчитывается, смотря как он тут сыграет, то есть, может быть... То есть, тебе просто, да, лучше поднять рейтинг, и тогда ты автоматом зайдешь, то есть, больше шансов, да, чем с отбора. Ну, про шансы непонятно, но все-таки... Ну, в принципе, то есть, если бы не было МЭЦ, а скорее всего в Непридород я поехала. Ну, конечно. Потому что мне город не так далеко от Харькова, дорога довольно удобная. И, в принципе, люблю Непридородский, это вообще везет. Много турниров, да, еще? Ну, просто неплохо там играю как-то вот так. Просто уже, ну, не знаю, не захотелось плавно его ломать, как-то писать, извиняться. Ну, вот как-то я была не готова к переменам, скажем так. Понятно. А дальше еще не знаю. То есть, лето у тебя открытый вопрос, да? Лето у меня открытый вопрос. Не могу пока ничего хорошего придумать, где мне играть. В этом, ну, может быть, буду повторять, как последние несколько лет заезжать во Францию на несколько опенов. На несколько подряд. Да, да. Ну, там немножко как-то сроки поменялись. В общем, на лето вопрос открытый. По каким-то интересным странам, необычным, ну, если будут какие-то предложения, скажем так, с финансовой точки зрения интересные, то, конечно. Какие-то круговики женские тебя бы интересовали, возможно? Да, конечно, интересовали бы, но пока что. Пока нету предложений или нету таких турниров просто. Ты следишь вот так. Я не знаю, ну, то есть... Ну, там, Хорватия, например, есть такие турниры, или Сербия. В Хорватии, в Хорватии, вот этот Медитерин-Флорус, у меня капелла накладывалась тоже. Ну, да, в феврале месяце. Ну, то есть, как-то, вот, посмотрим, не знаю, пока никуда не знаю. Да я сюда попала, знаешь, случайно совершенно, как-то, сама не поняла, как приехал. Ну, так, можно рассматривать чисто как для тренировки, неплохой турнир, да, перед каким-то стартом следующим. Да я не знаю, мне кажется, сейчас на всякие гости приехал. Мне кажется, что трениров случайно получилось. Ну, все равно, как-никак, по приглашению. Да, по приглашению. Да, да. Ну, я просто, чтобы пришли. Ну, я понимаю. Я не понимаю. Да, да, не будем раскрывать тему. В общем-то. А, слушай, еще такой вопрос. С кем это языками владеешь вообще? Русский, украинский, понятно? Да, русский, украинский. Французский, скорее всего, так? Нет, русский, украинский, английский. Парле франце? Ну, чуть-чуть, понятно. Да, то есть, немножко стал учить французский, немножко понимал армянский. Не знаю, какой лучше французский или армянский. Ну, они что-то такие, какие-то похожие, да, или нет? Нет, они совершенно разные. Просто, как-то в детстве знала немножко армянский, ну, потому что у меня родители, соответственно, армяне, жили когда-то в Армении. Ну, да. Ну, то есть, вот как-то так. А французский стала учить полгода, ну, как-то у меня к языкам особого нет. Английский? Ну, английский, да. Само собой, да. Разумеется. Да, то есть, ну, русский, украинский, английский. Ну, английский, конечно, хуже. Ага. Вот так. Да, в общем, ну, много информации. Хорошие у тебя планы, в принципе, которых пока еще нет, я так понимаю. Ну, хорошо, тогда большое спасибо. Желаю тебе удачи в этом турнире, поднять свой рейтинг. Спасибо большое. Сыграть интересные партии, бескомпромиссные. Главное, чтобы везло, как сегодня. Я согласна, это не интересная партия. Ты, главное, приходи на тур, включай часы, а соперник проиграет сам. А я просто буду фиксировать результат. Ну, я подстраиваюсь к 11, успеть хотя бы один раз. Ладно. А не хотя бы один раз за турнир, попытаюсь не опоздать комфортно. Торжественно обещаю. Окей. Окей. Хорошо, тогда. Ну, спасибочки. Хорошего тебе вечера. Все, папа. Папа.